Конституция Украины гарантует каждому человеку право на бесплатную правовую помощь. Разрезняют бесплатную первую и вторую правовую помощь. Работник библиотеки Алексей по нашей просьбе показывает, как читают по шрифту Браля. Со стороны кажется, что нормы Конституции он знает наизусть, но это результат многолетней практики. К тому же свой темп чтения собеседник называет небыстрым. Незрячие, как и все остальные, тоже любят и хотят читать. Благо для них на Варнинской существует специальная библиотека. Для 610 читателей здесь собрано более 72 тысяч книг разного жанра. Вот только Брайль становится все менее популярным, сетуют библиотекари. В основном сейчас от Брайля молодежь отходит. Легче все-таки в озвученном варианте прослушать. Либо посмотреть видео какое-то на электронном варианте. Сейчас намного легче студенту учиться, нежели было раньше. Конспектировали по Брайлю, либо нанимали людей, кто им начитывает. Они конспектировали по Брайлю, это было очень сложно раньше. Сейчас это намного проще. Тем не менее, библиотека не пустует. Среди ее посетителей книголюбы всех возрастов. К тому же учреждение входит в систему Украинского общества слепых. Оно в считанных метрах от профильного предприятия, а дорога к нему выложена тактильной плиткой. В фонде библиотеки есть книги и для слабовидящих. Их шрифт крупнее, а рисунки выгравированы. Сложнее, конечно, незрячим. Им необходимо освоить шрифт Брайля. Для этого используют специальный набор. В плоскопечатном шрифте зависит от качества ручки, например. А тут вообще получается аж два критерия важности. И какой вот этот прибор, называется железная доска, и вот это шило, которое называется грифель. Различные комбинации из всего шести точек заменяют незрячим привычный нам алфавит, цифры и различные знаки. С Брайлем они живут всю жизнь. Он же становится проводником в мир знаний и литературы. Новые технологии 21 века подарили незрячим людям альтернативу. Теперь вместо классического прибора и грифеля, с помощью которого ранее писались буквы, появился вот такой специальный принтер, печатающий шрифтом Брайля. Алексей с удовольствием демонстрирует работу уникального оборудования. Сначала программа переводит обычный текст в шрифт Брайля, а через минуту он оказывается на бумаге. Чудо-техника обошлась в 196 тысяч гривен. Сумма для библиотеки неподъемная. Помогли меценаты. На них, по сути, и держится все учреждение, говорит директор. Государство часто обходит их финансовым вниманием, а значит и ее особых читателей. Невзирая на трудности, здесь есть адресная доставка. Дело не только затратное, но и в прямом смысле слова тяжелое. Один читатель берет у нас 20 книг Брайля. То есть весовая категория – это 50 килограмм, грубо говоря. Мы ему отвозим, забираем у него то, что он прочитал, мы забираем. Раз в месяц мы это делаем. Книга одна весит 1,2 кг. Если у нас одна книга – это 1 книга, то есть там это 6 книг. Кило 200 – это получается 6 на 1,2 кг – это 7 килограмм. А есть книга в 10. Если в двух томах – это может 15 книг быть, может 20 книг быть. В библиотеке надеются на положительные изменения финансирования. Ведь даже простые потребности – бумага, колонки, а главное книги – это очень специфические материалы, экономия на которых осложняет и без того непростую жизнь незрячих людей. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». «Репортер». Точенька.